Девочка с голым пупком 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 А я скажу так. Не все. О них новостях. А вы никогда не задумывались, что будет, если бог умрет? Нет? А вот знаменитый дизайнер Крис Тейлор задумался. По его версии, десятки полубогов сбегутся со всех концов вселенной, чтобы занять пустое святое место. Ну а игроки получат возможность взять под свое начало одного из них и привести к победе в красочной стратегии Деми-Год. Кандидаты на пост Господа схолестнутся на гигантских аренах, висящих в воздухе. Среди них будут те, кто убивает лично, и те, кто перекладывает грязную работу на подчиненных. Вот, например, испаринский полубог по кличке Тура, он явно относится к командному составу. Хотя, если надо, сам уже так греть от души. Остальные персонажи пока держатся в строгом секрете. Что ж, тем интереснее будет играть, когда Деми-Год доберется до релиза. В один прекрасный день в рамках отдельно взятой игры Darksiders посыпались на нашу планету метеориты. Хотя, на самом деле, не какие-то не метеориты, а монстры, свернувшиеся в калачек. Вместе с ними на Землю сошел, ну, в смысле, свалился. Суровый молодой человек по имени Смерть. Да-да, тот самый из священного писания, один из четырех всадников Апокалипсиса. Куда подевались остальные трое, доподлинно неизвестно. Так что придется товарищу отдуваться за всех четверых и спасать человечество от неправильных метеоритов. Вот так на протяжении всей игры всадник по имени Смерть на своем красном коне, ну, а даже преимущественно без него, будет скитаться по развалинам большого города, в большом количестве сей повсюду себя. Разработчики обещают нескончаемый экшен и обилие киношных вставок. Сбудется это или нет, остается только гадать на Библии. Mirror's Edge Новаторская игра о девушке-паркурщице проявила истинно женский характер. Дело в том, что она немножко задерживается. До января. Зато не заставляет себя ждать бойкая двухмерная сестричка. Флэшевая версия Mirror's Edge уже доступна всем желающим. И при том абсолютно бесплатна. Плоская двойняшка бегунья Веры скачет по крышам и летает по карнизам, как в самом деле. Лишь на глаз не оторвать. Отличный повод потренироваться в ожидании полноценной игры. В общем, спешите видеть. То, что игры задерживаются, ситуация абсолютно нормальная. Но когда дата выхода меняется чаще, чем убивают Кенни в Саус-Парк, вот это уже реально напрягает. Уж не упомню, сколько раз мы рассказывали о том, что не за горами, выход шутера, а на биос. Однако дата релиза все переносилась и переносилась. Но, о чудо, День Икс настал. Что же так задержало игру? Или просто название, а на биос, сон разума оказалось пророческим? Об этом мы узнаем из сюжета. Уж чем только геймеров не пугали. И адовыми тварями на Мерсианской станции, и жуткими галлюцинациями в заброшенном городе, и толпами голодных зомби, и даже ожившей инопланетной мертвичиной, что затаилось на космическом корабле. Но вот от призраков, окочурившихся полярников, нервы геймеров еще не страдали. Эта досадная плошность исправлена с выходом экшена «Анабиоз сон разума». Того самого, что грозится растрясти самые основы жанра. Игра, как бы, она формально называется хоррором, так как там она достаточно представляет возможности для испуга. Но внутри нее живет достаточно, ну, скажем так, оптимистическая идея. И человек, пугаясь, то есть по форме игра страшная, но по сути она, в общем, добрая. Как же случилось, что страшные, но добрые полярники отбросили коньки и превратились в призраков. Мрачный сюжет переносит игрока в прошлое, в давно забытые времена Советского Союза, когда вся страна бредила исследованиями Арктики и созданием гигантских ледоколов. История такова, что Александр Нестеров, полярник, находящийся на трехвующей станции в Севернополисе, получает задание уже возвращаться на родину. Это время еще Советского Союза, то есть 68-й год примерно. И он, возвращаясь, встречает во льдах атомный ледокол. Попадает на его борт, но видит, что там ни одного нет живого существа. Поэтому он решает, остается там и решает выяснить, что произошло. В сюжете загадочно переплелись мистика и спиритизм. Чтобы понять произошедшее на корабле, главный герой имеет возможность входить в сознание обледеневших трупов. Таким образом можно прожить последние минуты, пока в этом существе теплилась жизнь. Эта возможность называется Ментал Эпо. Человек может непосредственно повлиять на то, выживет этот человек или перестанет существовать. Таким образом, мы со временем, проходя игру, человек начинает немножко теряться. Где он, а где этот человек, за которым он проходил Ментал Эхо. И таким образом, со временем, он начинает понимать ценность и единственность человеческой жизни. Этими размышлениями, не характерными для среднего проходного ужастика, игра и выделяется среди прочих представителей жанра. Разработчики представили геймерам радость подольше посмаковать арктическое приключение. Когда все это уже выйдет, спросит любитель пощекотать себе нервы. Разработчики уверяют, игра готова полностью. Чур, мы в очереди первые. Далее виртуалити. Разработчики-любители уделывают профессионалов. Mortal Kombat дает помутузить новых героев. Девочка с голым пупком бросает вызов богу тьмы. Это виртуалити. Мы продолжаем знакомить вас с новым и необычным из мира видеоигр и компьютерных развлечений. Европейские психологи после нескольких лет наблюдений за игроманами сделали вывод, что 90% пациентов на самом деле лишены психологической зависимости. И лечить их как наркоманов или, скажем, алкоголиков просто бесполезно. Все дело в социальной адаптации. Многие, назовем их, больные, в жизни замкнуты и одиноки. Что же делать, спросите вы? Неужели нужно отбирать у них джойстик? Нет. Главное, говорят психологи, нужно больше говорить со своими детьми или знакомыми. Начать общение можно с обсуждения игр. Вы не знаете каких? А вот тут-то мы вам и поможем своим блоком новостей. Недавно дебютировал долгожданный симулятор Мордобой под названием Mortal Kombat vs DC Universe. Файтинг — жанр традиционный, тут много чего не придумаешь. Поэтому новые фишки сюда вводят по чайной ложке. Например, герои теперь не прекращают мутузить друг друга, даже когда падают в бездну. За то, чего стоит возможность столкнуть лбами героев двух популярнейших вселенных. Вы себе представьте, встречается фанат Mortal Kombat из серии комиксов Marvel и говорит один другому. А вот сейчас тебе мой Саб-Зиро начистит рыло твоему Бэтмену. А тот ему в ответ. Ничего, зато мой Супермен твоей китанина поддаст. В общем, вы понимаете, то-то будет весело. Вот и настал тот светлый день, когда прыгучий персидский принц добрался до релиза. Один из древнейших игровых персонажей изменился до неузнаваемости и выглядит как оживший рисунок. В этот раз он сражается с коррупцией, представленной в виде какой-то черной жижи, навязшей там и тут. Субстанцию эту намутил зловещий бог тьмы Ариман. И явно не только для того, чтобы все кругом намазюкать, она поражает неокрепшие умы похлещий бацилл. Милейшие души и люди превращаются в ужасные порождения тьмы, с которыми нашему принцу и придется сражаться. Поможет ему в этом привычное умение скакать по стенам и очаровательная прелестница Элика с голым пупком и полными карманами заклинаний. С недели назад вышла в свет японская ролевая игра The Last Arena. Которая должна порадовать всех поклонников этого почтенного жанра. Игры подобного рода уже много лет не претерпевают никаких революций. Мало того, малейшие нововведения считаются святотатством. А вот перерисовать картинку и рассказать историю на новый лад — это можно. Так что если вы не чужды красивых сказок с хитрым восточным прищером, дерзайте. Врата в мир The Last Remnant уже открыты. Правда, пока они открыты только для обладателей PlayStation 3. Владельцев PC и Xbox 360 они пропустят чуть позже. Бывает так, что убийство монстров, прокачка героев, постройка какого-нибудь очень нужного здания может надоесть. Тогда на помощь приходят независимые игры. Ну, то есть игры, созданные любителями. Так группа американских студентов сделала хитроумную головоломку Narbecular Drop. Поделка попала в десятку игр, о которых вы никогда не слышали, журнала Game Informer. А потом ее создатели получили приглашение в Valve и сотворили там несравненный портал. Чтобы отслеживать достижения будущих сидов, Мейеров и Питеров Мулинье, был создан фестиваль независимых игр, где каждый год выставляются шедевры инди-индустрии. О лучших из них мы расскажем вам в рубрике «Великолепная семерка». Если вам вдруг начинает казаться, что современные стрелянки похожи друг на друга, попробуйте «Глич». Пародию на всех шутерах вместе взят. Визуальный ряд этой игры завораживает, ведь абсолютно все, враги, уровни и даже оружие в ваших руках, сделано из плоских квадратов различного цвета и размера. Постепенно разбираешься в игре и даже начинаешь различать, где враги, где уровни, а где оружие. И пропадаешь в этом безумном мире движущихся пикселей, в котором нет ничего постоянного. Так что седьмое место. О, ужас! В наш мир вторглись ужасные пожиратели-козява. Вот незадача нам досталось играть за самое чихающее существо на планете. Единственное, что им может показаться вкуснее малыша, так это его сопли. Искусное управление полетами этой зеленой субстанции является ключом к победе. Так что убегаем от злобных тварей, рассчитываем траекторию полета с Лизи и заманиваем их в ловушки. Мы наши козявки никому не отдадим. А вот забавной игре Гезундхайт дадим шестое место. Апчхи! Бесспорно, одной из самых красивых игр, созданной независимыми разработчиками, является рисованное приключение Аквария. В роли очаровательной русалки Найи, игроку предлагается исследовать глубины океана, познакомиться с его причудливыми обитателями, собирать подводные блюда по особым рецептам и вызывать заклинания при помощи музыки. На фестивале независимых игр 2007 года Аквария удостоилась главного приза, а от нашей программы она получает почетное пятое место. Эта игра на равных состязалась с признанными шедеврами инди-игр, и тем приятнее, что она отечественная. Главные герои Хаммерфолк отважные рыцари неба, пилоты-испытатели странных летательных аппаратов, которые больше всего похожи на пепелаций из фильма «Кинзадзар». Управляя этими причудливыми устройствами, нужно раскрутить привязанный на цепи груз, чтобы опустить его на голову врага. Все это делается посредством неистого вращения мышки, так что готовьтесь протереть в столе дырку. На третьем месте — цепкий смоляной шарик по имени Гиш. У него похитили девушку, поэтому он очень зон. Чтобы спасти возлюбленную, Гиш отправляется в подземелье, где ему предстоит решить сотни физических ловушек и победить сотни врагов. Для этого у него на вооружении три состояния — агрессивная, жидкая и липкая. Поиграйте и убедитесь, более продвинутой физики смолы вы не найдете ни в одной другой игре. Имение замешан на физике и следующий проект — Crane Physics Deluxe. Здесь нужно рисовать нехитрые геометрические фигуры виртуальным карандашом на виртуальной бумаге. Все это для того, чтобы помочь главному герою Шарику добраться до финиша, то есть до звездочки. Crane Physics не похожа ни на одну из существующих игр, и это было оценено по достоинству. На прошедшем в этом году фестивале независимых игр она получила заслуженное первое место. Ну а в нашей программе вершину пьедестала занимает бесподобная головоломка World of Goo. Вся суть игры сводится к построению немуклюжих конструкций из глазастых сгустков черной жижи. Проще говоря, ГУ, чтобы присосаться к заветной сточной трубе. Каждый уровень ставит перед игроком нетривиальную задачу, разрешив которой чувствуешь, что ты нечто среднее между Эйфелем и Эйнштейном. За столь свежие ощущения и безупречный стиль виртуалити назначает World of Goo, лучший на сегодня день от независимого разработчика. Далее виртуалити. Первый настоящий трехмерный шутер выходит только сейчас. Gears of War оказался не боевиком, а драмой. Годы красят не только вино, но и компьютерные игры. От виртуалити мы вернулись. То, что в России консольщиков меньше, чем игроков на PC, сильно помогает бюджету нашей страны. Каким образом? Смотрите, в США консоли потребляют электроэнергии на сумму более 1 миллиарда долларов в год. Представляете, сколько денег мы экономим. Правда, хороших игр для платформ становится все больше и больше. А вот это уже тревожный знак. К слову сказать, эту новость я обнаружил, когда выходил в интернет на приставки. Что еще интересного болтается в сети в новостях? Gears of War. Мясное рубилово или драма с историей? На этот вопрос призван ответить сайт emergenceday.com. Второй по счету официальный сайт серии. Здесь можно не только посмотреть видео из игры, но и прочитать официальную биографию героев. Эпические анимации перескажут историю планеты Сера после нападения жуткой саранчи. А великолепный дизайн с первых же секунд загрузки погружает посетителя в густую атмосферу боевых шестеренок. Для кого-то это может показаться откровением, но и 10 лет назад люди играли в компьютерные игры. И, надо сказать, попадали среди них довольно неплохие. Помните ли вы те времена, когда черный юмор Блада трепал нервы полуночникам? Помните ли вы гигантские просторы прародителя Обливиона Даггерхол? Помните ли вы самый первый Варкрафт? Помните или нет, это не важно. Потому что почти все знаковые игры старины собраны на портале oldgames.ru. Именно здесь заботливо лыжены копии тех игр, в которые давно никто не играет, но с которых начиналась вся игровая индустрия. Ну а если захочется вспомнить геймерские 90-е, не стесняйтесь, такие игры как Arcanum не стареют. Отличную возможность поломать мозг дает головоломка на сайте tgames.com. Сначала необходимо расставить на экране всевозможные конструкции, направляющие движение шарика. После нажатия кнопки старт, шарик, описав замысловатую траекторию, попадает в цель. Или не попадает. Тут все зависит от времени, убитого на правильную расстановку хитрых конструкций. Но если все-таки вы оселили задачу, не спешите радоваться. Впереди еще 27 уровней. До самого конца рабочего дня хватает. Если для игры на работе, в обеденные, конечно, часы, больше подходят к головоломке, то дома обязательно нужно устроить тотальное рубилово. Ну, чтобы не напрягать мозг после трудового дня. Рассказ об одной такой игре далее. Действие Дамнейшн происходит в альтернативной реальности. Это как бы Америка времен Гражданской войны, но не совсем. Мы не хотели, чтобы люди запаривались по поводу исторической достоверности. Можете отложить в сторону учебники, потому что в этом мире царит пара панк. Это когда подтянутые ребята в широкополых шляпах разъезжают на паровых мотоциклах и размахивают ржавыми кольтами. Это очень круто. Даже оружие выглядит так, словно его из каких-то ржавых железок кое-как склепали, начинили свинцом и заставили стрелять. В роли злодеев у нас выступают ребята из группировки PSI. Они сами в войне не участвуют, а только поставляют оружие обеим сторонам. Короче, ждут, пока все разрешится, чтобы потом добить победителя. Такие вот нехорошие люди. Вы играете за капитана Гамильтона Рурка, одного из миротворцев, который как раз борется с этими злодеями. Рурк — человек с непростой судьбой. Он потерял жену во время одной из битв, но ее тело так и не нашел. Так что он надеется не только сокрушить негодяев из PSI, но и найти пропавшую супругу. Но мало ли, возможно, она попала в плен. Дамнейшн — это шутер с изюминкой. Большой такой изюминкой. Имя ей — вертикальность. Это значит, что любой уровень — не просто набор коридоров. Во-первых, это огромные пространства, которые раскидываются вокруг вас. Во-вторых, это сотни метров разных сооружений над головой. И никогда не знаешь, откуда ждать подвоха. Возможно, снайпер из дальнего здания горошит. А можно и прямо из окна над головой что-нибудь получить себе в подноге, например, гранату. Так что это, по сути, первый шутер, который по полной задействует три вмерения. Мультиплеер не простой, а с изюминкой. Вот представьте привычный Capture the Flag. А теперь добавьте сюда той самой вертикальности. Флаг оказывается в самом низу высокой карты. Спуститься за ним не проблема. А вот подняться обратно — это настоящее испытание. Так что вам придется изрядно попотеть, чтобы вырвать победу. МТВ — это был Домнейшн, шутер, ставший вертикальным. Специально для вас. На сегодня все. На следующей неделе смотрите в виртуалити. Какие недочеты русской Lineage 2 позволил обнаружить закрытый бета-тест. Как проходила локализация онлайновой RPG Age of Conan. Какие игры стали популярны из-за финансового кризиса и многое другое. С вами был Макс Васильев. Стендбай. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...